А в Павлодаре предприниматели усомнились в объективности проведенного тендера. Бывшие подрядчики Акимата Павлодарской области, проиграв конкурс, подали в суд. Они считают, что новые поставщики информационных услуг не имеют достаточного опыта для работ такого рода. При этом их расценки значительно дороже. Алия Мухаммедова разбиралась. Евгений Аксенов готовит документы для участия в госзакупках. Но результаты конкурса Акимата Павлодарской области свели его труды на нет. Лоты касались внутреннего электронного документа оборота и программного обеспечения. По словам специалиста, имея десятилетний опыт работы, конкурентов они не боялись. И, как выяснилось, зря. Такое ощущение, что эти предприятия были созданы буквально накануне этого конкурса. Были допущены именно по максимальной цене. По нашей информации, а эта информация доступна широкой публике, они были основаны в декабре 2017 года. Бывшие подрядчики подозревают областные власти в пристрастности. Ведь неожиданно, как по заказу, для новых поставщиков услуг изменились и технические требования. Так, по данным Комитета информационной безопасности, для передачи информации в госорганах необходимо использовать закрытый канал связи. Но в Акимате с этого года решили обойтись беспроводным интернетом. Однако уверяют, что сделали это по объективным причинам. Почему мы с этого года этот внеполосный доступ применяем? Потому что раньше у нас было так, что оборудование не работает, поставщик нам говорит, что оно работает. Мы начинаем проверять и выяснить никак не можем, потому что нет информации, функционирует ли оборудование или не функционирует. В Казахстане споры по поводу объективности госзакупок ведутся постоянно. Ведь всевозможные схемы и лазейки позволяют организовывать конкурсы под конкретных поставщиков, говорят специалисты. Со стороны организаторов бывают часто такие требования как бы необоснованные. На какой-то мелкий объект капитальный ремонт внутри помещения школы требует несколько видов кранов башенных, чтобы ты им дал. В деле же инфотехсервиса и Акимата Павлодарской области не все так просто. Кому в итоге доверят информационную безопасность 77 госорганов, решит суд. Правда, для этого нужно разобраться во всех особенностях и не только технических. Суд обязан принимать во внимание все соответствующие обстоятельства. Алиял Мухамбетова, Арман Якубов, Информбюро, Павлодарская область.